Солдаты и офицеры Республики Беларусь. Вас провоцируют к участию в российской военной агрессии против Украины. Неправдой заставляют участвовать в захватнической войне. Наши народы связывает многовековая история дружбы и совместной борьбы против врагов. Сегодня враг пришел на нашу землю. Враг подлый, коварный и страшный. Враг, который убивает и насилует детей, женщин, стариков. Наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по жилым массивам и гражданской инфраструктуре. В том числе удары наносятся с территории Республики Беларусь. Но даже в этом случае, когда вражеские Искандары стартуют с вашей территории, вражеские самолеты взлетают с ваших аэродромов, вражеские орды шли на Киев, совершая военные преступления в Буче, Ирпене, Гастомеле и многих других городах и селах Украины с территории Беларуси, даже в этом случае Украина не отвечала Беларуси огнем и смертью. Мы готовы встретить вас лицом к лицу. Придете с миром – встретим с распростертыми объятиями, как братьев. Придете с войной – встретим, как и путинские орды, огнем и свинцом. Вы сами видели, на что способна наша армия, которая защищает свой народ и свою родную землю от захватчиков. Видели караваны рефрижераторов с трупами оккупантов. Видели переполненные российскими захватчиками белорусские госпиталя и больницы. Мы сможем защитить себя. Тем более, что сегодня с Украиной весь мир. А вот сможете ли вы объяснить своим детям, да и самим себе, почему поддержали не дружественную братскую Украину, а путинскую орду? Почему как овцы готовы идти на убой? Это вряд ли. Не выполняйте преступных приказов своего руководства. Не поднимайте оружие против Украины. Защищайте свою родную Беларусь. Защищайте от реальных врагов, которые промывают своей пропагандой ваши головы, которые уже получили полный контроль над вашим правительством, над вашей экономикой, над вашей территорией. Украина никогда не была и не будет враждебной относительно Белоруссии. Один шаг, всего один шаг может изменить этот баланс и сделать наши народы врагами. И это ваш шаг. Сделайте правильный выбор. Диктаторы уходят в небытие. Военные преступники так или иначе оказываются на скамье подсудимых. Стены падают. Кремлевская тоже не вечно. Империи рушатся. Остаются народы. Обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут врагами. Как будет, зависит не от Лукашенко или Путина. Это зависит от каждого из вас. Если же вас каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, не применяйте свое оружие. Остановитесь. Опустите стволы вниз и подождите представителей Вооруженных сил Украины. В этом случае никто по вам стрелять не будет. Бог и правда с Украиной. А вам нужно сделать правильный выбор. Мы уверены, что вы его сделаете. Живая Беларусь. Слава Украине. 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 Продолжение следует...